Всем привет! Мы сегодня на Днепре, на Якоре, с очень интересной задачей. Давид и общество рыболовов проявили инициативу, что наконец-то нам надо создать в городе нормальный спуск для спускания своих лодок. Славутич славен тем, что у нас много рыболовов, охотников, всяких аудорщиков, и не дело, что у нас сейчас люди вынуждены уродоваться со своими лодками, где ни по поди. Люди цепляют порогами ямы, оставляют колеса свою ходовую, лафеты ломают, лишь потому что не существует, не существует пока просто нормального спуска. И вот сегодня мы приехали посмотреть, где сейчас люди спускают и где мы можем этот спуск нормально организовать. Смотрите. Сейчас Давид говорит, что люди в основном пользуются вот этим вот спуском. Его печаль в том, что вот здесь ямы, какие-то холмы, в общем-то просто машиной проехать проблем немного. Но когда у тебя к машине прицеплен лафет с катером или с лодкой, это становится проблемой. Это 5 плюс грубо 5 и 10 метров. Вот такой паровоз надо сюда завести, причем надо с ним правильно развернуться, сразу придать нужный угол, чтобы доехать до воды. Плюс там невозможно с ним не развернуться, ничего, потому что лодку ведь надо спускать в воду, то есть надо ехать задом. И это огромная проблема. В общем, это место люди используют не потому, что оно удобное, а потому что просто другого места нет. От безвыходности. Да, от безысходности. Перепахано все, потому что люди выехать оттуда с грузом не могут вообще. Ни с лодкой, ни просто машиной, груженной с палатками. Вот такое место еще. Прямо с парковки. Казалось бы, очень удобно придать этому спуску правильный угол. И спускаешься прямо в стоячую воду. На первый взгляд все идеально, но Давид говорит, что здесь обрыв. Вот это он, да? То есть в теории это все можно срезать, но на практике это очень дорого, слишком трудоемко. И понятно, что мы такого не сделаем. Угол зайдет на асфальт еще. Такой угол не выдержит. Это второе место, которым пользуются сейчас рыболовы, как альтернатива тому, что мы уже видели там на струе. Спуск здесь неплохой, но Давид говорит, что фаркоп он уже свой здесь отбивал. Да, здесь вот плюс, что есть разворот, достаточный, чтобы это сделать. Но дальше печаль. Ну и водоем. Здесь стало очень мелко. И при этом есть еще и струя. То есть максимально плохие условия. Даже на моей короткой памяти вот этой всей зелени не было. Посмотрите, как омелело. Одновременно это и печально, но выглядит красиво. Прям какие-то горные реки такие. И вот этот спуск, который Давид считает, в общем-то, очень пригодным, как база для будущего хорошего спуска. Сейчас он такой немножко двухъярусный. Здесь более полого. Потом чуть-чуть под наклон. Но все равно этот градус явно хороший. Не крутой. И там, вон, вижу, ближе к берегу уже пошел склон более крутой. Но здесь песок. И никаких в теории нет препятствий нам вывести правильный угол. Посмотреть нормы. И строго по этим нормам задать угол. Прям от воды. И до дороги. Возможно, надо будет сделать какой-то промежуточный горизонтальный участок. По типу пандусов пешеходных. Это удобно. Давид дал дельное замечание, что, возможно, наш этот промежуточный горизонтальный участок будет совмещен с местом для разворота. То есть автомобиль с прицепом съехал, чтобы не мешать никому на дороге. Попал на этот горизонтальный участок. Как-то развернулся здесь. Чтобы лодка стала задом. И уже спускается сюда, прямо в воду. Это дельная идея. Загонять плиты в воду еще на 7 метров от уреза воды. Причем, наверное, от уреза воды в самом его низком уровне. Это вот где-то там осень. В общем, если все грамотно организовать здесь, то это, пожалуй, идеальное место. Дорога проходит рядом. Тут же правильный уклон. Тут же глубина без каких-то больших свалов туда. И полное отсутствие течения. Это вот главные такие параметры хорошего спуска. Нам осталось провести земляные работы. Их здесь немало. Но, тем не менее, база для них уже такая благодатная. И просто организовать само покрытие. Сначала, как минимум, мы это фотографируем. И отмеряем очень грубо. Просто прикинем перепад высот. Прикинем протяженность его. Очень грубо посчитаем количество плит, которое надо. Давид дал годную идею, что плиты нам надо не на весь склон. А только от воды до разворотной площадки. Назовем это так называемый силовой спуск. Когда надо прям тащить прицеп с лодкой. Или там спускать его обратно. Дальше уже проблем не так много. Можно просто утрамбовать щебень, пролить. И эта дорожка будет годная. Так вот. Проводим все такие грубые подсчеты. А потом привезем сюда Сергея Леонидовича. Чтобы он профессиональным взглядом оценил вообще план работ. Их масштабы. Что это сулит по деньгам. Что это сулит по технике. И очень надеюсь, что вся городская власть нас в этом начинании поддержит. Потому что проект действительно классный и полезный. И красивый. Мы город грибников, город рыболовов. А не только атомщиков. И хотя бы один грамотный спуск на воду мы должны иметь. Работа. До встречи.